Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как избавиться от назойливых людей, не обидев? Не получится. Не обидеть человека, не получится. Если ты собираешься выстроить стену между собой и человеком, который слишком активно присутствует в твоей жизни и крадет твое время, убивает твое хорошее настроение, мешает быть просто наедине, я уже молчу о молитве и бесконечном празднословии, на которое тебя толкает собеседник, то что поделать? Ну, надо стену выстроить. Ну, тактично, аккуратно. Иногда, конечно, намеки совершенно не доходят. Тогда приходится просто говорить прямым текстом. Слушай, ты извини, но я не могу тебя выслушать. У меня пары, у меня дети, я просто хочу побыть один. Тогда просто приходится игнорировать звонки, потом как-то не надо что-то придумывать. Просто так и сказать. Я хотела побыть одна. Я не отвечала ни на чьи звонки. Или один. Ну, мне кажется, это больше женская проблема. Потому что мужчина прямо говорит совершенно бестактно и грубо. Отстань, образно говоря. И давай как-то наше общение сократим до минимума. Женщины боятся, хотя кто как, обидеть своих собеседниц, подружек. И выслушивают огромное количество совершенно ненужной информации. Потом приходят с этим на исповедь и говорят, а соучаствовала в осуждении. И так из раза в раз и раза в раз. Не прочитала правила к причастию или утренних вечерних молитв. В вечерних обычно. Потому что три часа болтала с подружкой. Друзья мои, не грех ограничить общение с человеком, который крадет твое время. И сейчас скажу страшное слово, которое, конечно, уже всем оскомину набило. Токсичен. Ну, конечно, не очень хорошее, потому что есть искушение назвать токсичным человеком любого, кто пытается даже правильные и нужные вещи тебе говорить. Родители, учителя. Вот этот шаблон навесил. И чувствуешь себя молодцом. Вот. Ну, нет. Ну, бывают люди действительно совершенно деструктивные по своему влиянию на вас. И надо просто прямо сказать. Бывают это близкие родственники. Бывают это родители, которые пытаются прожить свою жизнь в твоей семье, диктуя условия, как ты должна детей воспитывать, как ты должна с мужем общаться или с женой. Бывает, эта пуповина не разрывается, к сожалению, между детьми даже после свадьбы. Поэтому самая большая проблема, когда надо родителей немножко ограничить их влияние на вмешательство в их жизнь, в твою жизнь. Вы все не поверите, я не знаю, огромное количество браков распадается. Если я не ошибаюсь, вообще чуть ли там не на третьем месте находится вмешательство родителей в распадающиеся браки. Грустная ситуация. Поэтому, чтобы не было чего худшего, лучше с человеком назойливым, как вы пишете, распрощайтесь тактично, но как можно быстрее. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok